Тоже случилось коммунальное бедствие. И тоже хозяйка не в первый раз подсчитывает убытки. Кто виноват, что случилось, по какой причине, разбиралась наш корреспондент Ольга Шмаргун. Открыли шкаф, вынили одежду, а оно там все мокрое. Кутики такие текут, поэтому это шкафок. Я как увидела, вода на полу, а пол холодный не станет. И стены были все мокрые, вот эти стены. Вот теперь после сильных морозов принесла сырость и в квартиру из-за блянки Валентины Зайцевой. Сначала семья обнаружила в шкафу мокрые вещи, затем внутри на полках увидели затеки и плесень. А когда мебель отодвинули от стены, оказалось, что грибок тут хозяйничает вовсю. Пришлось избавляться от испорченных обоев и экстренно начинать ремонт. Такой сценарий в квартире разворачивается не впервые. Аналогичная ситуация произошла около 10 лет назад. Правда, тогда ее удалось решить без вмешательства журналистов. Примерно, может, в 2012 году. Тоже так отсунули шкаф, но у нас одежда тогда не попортилась. Отсунули, а там оно все было зеленое. Там ДСП, наверное, немножко толще было сделано в то время. Мы вызвали дом управления, они пришли, зафиксировали. Стенку я то выпрысила, потому что жить с рубком. А не замазали швы. И вот швы стояли до сегодняшнего дня. Было все сухо, чисто. Хозяйка обратилась к коммунальникам. Полтора месяца назад квартиру обследовала комиссия. Составили акт. В нем указана температура воздуха в комнате не ниже социального стандарта. Плюс 20. Вентиляция работает нормально, а наружные стены дома в утеплении не нуждаются. На днях Валентина Зайцева получила официальный письменный ответ на свое обращение от коммунальной службы города. В процессе жизнедеятельности, ну, та же стирка, уборка влажная, мытье посуды, приготовление пищи. Все это как бы выделяет в воздух повышенное количество частиц влаги. Ну, естественно, эти частицы оседают на теплопроводных поверхностях. Особенно вопрос остро стоит, вот когда окна ПВХ устанавливаются, где притока воздуха извне практически нет. Если, ну, не проводить систематическое проветривание помещений, либо как-то держать окна в режиме микропроветривания, вот и происходят такие ситуации. Чтобы проблема сырости не беспокоила хозяйку, коммунальники рекомендовали отодвинуть шкаф как минимум сантиметров на пять от стены. А утепление наружных панелей дома произвести за собственные средства. Валентина Зайцева с таким решением не согласна. Она хочет добиться герметизации швов и денежной компенсации за причиненный ущерб. Новые обои обошлись в круглую ткуму. Но очередной акт обследования, который коммунальники составили на днях, лишил хозяйку такой возможности. Основная формулировка в нем осталась неизменной. Наружная стена дома в полном порядке. Ставить окончательную точку в этой истории Валентина Николаевна не намерена. Вот только как отстоять свою правду, она не знает. Ничто так не портит жизнь. Какие ее? Слово. Печка, 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 печка. Только что мы узнали об удивительных вещах. Оказывается, в процессе жизнедеятельности, я пытаюсь цитировать ответственного коммунального работника, человек моет посуду, делает влажную уборку, и этим объясняется наличие плесени в шкафу, на стенах, мокрая одежда, испорченная в шкафу, а еще мебель наши жильцы неправильно ставят. Если бы они ставили на полметра от стены шкаф, то, возможно, плесень бы не набросилась там на жубы и платье. Она бы перебралась со временем, постепенно бы она бы перебралась. Еще вот в качестве причин, почему есть плесень, у нас тоже целый список еще есть. Я вот помню, во-первых, белье, которое сушат не в ванной, а в комнате. Во-вторых, использование чайника, не по назначению, я не знаю, правда, как это может быть, но таких действительно очень-очень много. Плесень – это бич построек Советского Союза. Неизвестно почему, но вот как-то так. И вот после ремонта, Костя рассказывает, что Валентина Николаевна, когда промазали там швы, сделали ремонт, работники коммунальной службы хорошо, наверное, сделали, 10 лет все было в порядке. Все было хорошо, 10 лет. И вот сейчас опять… Ну вот была у меня плесень, честно вам скажу, когда мы добрались до источника этой плесени, это было под подоконником, я ужаснулся в дом постройки 1973 года, я там цемента просто не обнаружил. Там был просто такой полупесок. Не хочется бросать день на прораба, кто строил этот дом, не буду называть адрес, как бы, но, в общем-то, все было понятно в те времена. И для того, чтобы побороть вот этот вот грибок, понадобилось 8 месяцев. Но мы это сделали. То есть это вопрос решаемый. Вопрос только, как, кем и когда это нужно решать. Геннадий Арманович, что мы можем посоветовать Валентине Николаевне? Однозначно, обращаться необходимо, обращаться письменно, поскольку такие заключения специалистов ЖКХ, хоть и не являются, ни в коем случае не буду оспаривать специалистами, не совсем правильная оценка появления, причин появления плесени должна даваться специализированной организации на основании акта технического заключения. То есть должна проводиться комплексная проверка, как вентканалов, так и несущих конструкций жилого дома, и на основании этого делается заключение, из-за чего эта плесень возникает и что необходимо сделать, чтобы ее устранить. Если немножко соревновировать, то на сегодняшний день в правилах пользования жилого помещения и жилым помещением не предусмотрено о том, что человек не имеет права устанавливать мебель к стенке, мыть пол и посуду в жилом помещении. Поэтому эти причины не совсем объективны. Повеселили нас за то. Да, заявительница необходимо обратиться письменно, однозначно письменно обратиться в исполнительный комитет для того, чтобы провели надлежащую экспертизу и, соответственно, выявили причину и устранили последующие. Спасибо, Ген.